Только четверть российских домохозяйств, проще говоря, семей, могут легко свести концы с концами при покупке самого необходимого, показал опрос Росстата. Чтобы покрыть основные расходы, россиянам по собственной оценке нужно около 61 тысячи рублей в месяц, это почти на 2500 больше, чем 2 года назад. Без финансовых затруднений в России живет около четверти семей, более трех четверти домохозяйств испытывает финансовые сложности. Вдумайтесь, просто вдумайтесь в эти простые цифры. Нормальная жизнь, понимаете, не богатая, не состоятельная, это не люди, которые каждые 2 года покупают себе новую квартиру и обновляют автопарк из трех машин. Нет, люди, кто просто живет без трудностей финансовых, это одна четверть семи, 25%. 75% из нас это люди, у которых серьезные финансовые сложности. Спасибо, Владимир Владимирович, встали с колен. Вот как вы считаете, в том же замшелом, захудалом Советском Союзе какой процент людей был уверен в завтрашнем дне? Какой процент? Насколько я знаю, большая часть населения страны даже умудрялась откладывать и откладывать солидные суммы. Именно поэтому люди до сих пор не могут простить нашему руководству Ельцинско-Горбачевскому, а, значит, девальвации, деноминации 90-х годов, когда у людей сгорели очень приличные суммы на банковских счетах, на банковских вкладах. Были денежки и нет денежек. Извините, государству они оказались нужнее, поэтому мы проводим те или иные денежные финансовые маневры и реформы. Деньги были у людей, люди откладывали. Если у нас сейчас 75% населения живет, затянув пояса, о каком накоплении можно вести речь? Какие квартиры? Да, у людей есть квартиры в ипотеку. Люди покупают машины в кредит, одежду, образование, путешествия. Все в кредит, все в долг. Сейчас начинается кризис, и банки начнут выбивать эти долги. И что начнется в стране? Но подождите! Какая паника? Зачем паника? Пашка-дурашка! Забыл! Путин же готовит экономический прорыв. В нашей стране сейчас с небывалой скоростью будут создаваться рабочие места. Будет укрепляться рубль. Расти зарплата. И мы получим поток дешевой, качественной одежды, обуви, техники, питания. Все у нас будет, ребята. Все, что не хватало, все получите. Название этого чуда – национальные проекты. Деньги по национальным проектам распределяет не само правительство. Есть специальный оператор нацпроектов – Внешэкономбанк. Это не такой банк, как Сбербанк или ВТБ. Внешэкономбанк – коротко ВЭБ. Это специальный институт, так называемый институт развития, который находит, какой проект поможет поднять Россию с колен. Именно на этот проект выделяются деньги. Однако за последние пару недель ВЭБ подвергся мощнейшей информационной атаке. Низыгарь сообщает, что ФНС, налоговая служба, вывела ущерб бюджету на 12 миллиардов рублей при финансировании в том числе ВЭБом нацпроектов. Выведенные из тени операции по госконтрактам, читай, откаты на 100 миллиардов рублей. Увольнение Шувалова можно ожидать ранней осенью, так как оно может значительно повысить рейтинги власти. Да-да, тот самый Шувалов, который ржал над тем, что россияне покупают квартиры 17 квадратных метров, это он именно возглавляет ВЭБ РФ. Именно этот человек сейчас отвечает за финансирование нацпроектов. Нам показали сегодня квартиры даже 20 квадратных метров. Кажется смешным, а люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно. И на рынке есть специальная ниша для такого жилья. Арбитры публикуют другую интересную информацию. ВЭБ РФ выдала парочку спонсорских вкладов на 743 миллиона рублей. Средства могут уйти в ЦСКА, владельцем которого является ВЭБ РФ. На фоне этого Низыгарь сообщает, что налоговая выявила крупные нарушения. В итоге прогнозируется увольнение Игоря Шувалова. Чего стоит только история про дочь Шувалова, балерину, на 2 миллиарда рублей. То есть ей, балерине, назначили зарплату 2 миллиарда рублей. Вы наверняка слышали эту историю, в том числе и на нашем канале. Октагон опубликовал подробности этой истории. Якобы некий источник в аппарате правительства сообщил о проверке по инициативе самого Михаила Мишустина. ФНС интересует строгость отчетности при реализации нацпроектов. В ВЭБ информацию о проверке Октагону не подтвердили. Вскоре выяснилось, что все это ложь. Никто никаких проверок не проводит. Просто Игорь Шувалов должен был встретиться с самим Владимиром Путиным. Именно поэтому нужно было конкурентам подмочить его репутацию. Сейчас создана специальная компания. Правительство определило, что эта компания может работать по всей стране. Называется она «Про-школа». Это дочеркное общество просвещения. А в просвещение, как вы знаете, теперь вошли и Сбер, и РФПИ, и ВЭП. И таким образом мы образовали большое партнерство. И через это партнерство мы будем в том числе продвигать этот проект по строительству школ. Ребят, я вот просто, ну, вот есть новость. Вы знаете, я учитель. Отработал 12 лет, учитель химии и биологии. То, что я сейчас должен сказать, мне просто, ну, я не знаю, как это произнести вслух. У меня челюсть немеет. Для строительства новых школ Игорь Шувалов создает отдельную корпорацию. У нас есть министерство просвещения, у нас есть министерство строительства, у нас есть... Чего нужно еще сделать, чтобы просто школу построить? Специальная госкорпорация, в которую входят наполовину государственные, наполовину частные конторы. Например, издательство просвещения, в которое зачем-то влазит Сбербанк, Грефовский, простите, просто Сбер. Например, в который влазит фонд прямых инвестиций, который сейчас прекрасно зарабатывает на вакцинах. Какого хрена они творят? Серьезно? Строительство школ это то, что обеспечит нам рывок, прорыв и так далее? Чтобы строить школы, вам понадобилась какая-то специальная госкомпания? Ребят, а это точно не коррупционная какая-то схема? Простой вопрос такой. В Советском Союзе тоже было именно для строительства вот отдельно школ, понимаете? Поликлиники и больницы строят одна госкорпорация, школы, институты... А нет, школа отдельная, а институты отдельная госкорпорация. Заводы отдельные, дороги отдельные. Чем у нас Министерство строительства занимается? Просто мигрантов завозят и крышует строительство человейников, на этом на откатах зарабатывает? Слушайте, у меня просто в голову эта информация не влазит. Еще раз напоминаю, что руководит отрасльный министерство просвещения. И, насколько я помню, у вас была идея создать выделительный совет, который учительский совет, хорошо? Не важно, как назвать, важно, какие полномочия будут строить. В БСМИ выстроили? Владимир Владимирович, мы это ваше указание знаем, мы его выполним и выполняем. И внимательно следим за встречей, включая ваше встрече. Окей, окей, окей. У нас главный по строительству школ должен быть обязательно министр просвещения. Почему? Почему за строительство пусть школ должен отвечать не министр строительства, а министр просвещения? В чем фишка такая? Вот министру просвещения делать больше нечего, кроме как заниматься строительством новых школ. По-моему, школы должны появляться по автомату. В каком-то регионе есть определенное число жителей, число школ недостаточное, значит строим новую школу. Логично? По-моему, вполне логично. У Путина какая-то своя логика. Министр просвещения, и вы как раз об этом сказали, и мы понимаем свою ответственность, что бизнес с бизнесом, у просвещения есть большая ответственность перед пациентами — это бизнес, но по сути образования мы будем это все делать под руководством Министерства просвещения и под руководством Министра просвещения. Это будет сделано. Ага, прозвучало прекрасное слово «бизнес» бизнесом. Какой бизнес они собираются делать на строительстве школ? Скажите, пожалуйста, вот это, ну, ааа, у меня просто эмоции. Здесь нет никакой логики, вы понимаете? Они творят просто несусветную дичь. И эти люди обещают нам проект «Прорыв», «Рывок», «Экономический успех», «Встаем с колен» на полном серьезе. Чтобы строить школы, они создают отдельную госкорпорацию. И да, все говорят о том, что это была такая вот несправедливая информационная атака на Шувалова, но вот конкретные вопросы. В ноябре 2020 года правительство, расширив полномочия ВЭБА, поручило ему реформировать институты развития с целью скоординировать их деятельность с видением правительства России по реализации национальных задач и переантировать на достижение национальных целей. Срок – один год. За три месяца до истечения обозначенного срока обозначились контуры провала. По итогам первого полугодия лишь нацпроект здравоохранения смог достичь половины кассового исполнения. Произошло это вследствие опережающего роста расходов на модернизацию системы здравоохранения в связи с пандемией. Вдумайтесь, о чем идет здесь речь. Деньги уже выделены на национальные проекты. У нас их там много. Образование, здравоохранение, безопасные дороги, и там бизнесы, промышленности, сельское хозяйство. Нацпроекты прям вот обо всем, обо всем. И демография у нас в нацпроектах. Один только нацпроект из всего многообразия, один. Выделенные деньги во что-то превращает. Еще не факт, что это он хорошо что-то делает. Это просто смогли потратить деньги. Хотя бы начали что-то строить, какие-то лекарства закупать, здравоохранение. Гранты, может быть, хорошим врачам раздали. Все остальные нацпроекты, даже те деньги, которые им уже дали, они почему-то не могут их освоить. Нацпроект образования, в реализации которого ВЭБ принимает непосредственное участие, исполнен на 19,1%. Ключевой нацпроект цифровизация, влияющий на выполнение программы всех национальных целей, на 13,5%. Роль координатора правительственной стратегии через институты развития ВЭБ не выполнил, что было констатировано на одном из совещаний с вице-премьерами около месяца назад. Хваленая российская цифровизация. Знаете, тут на днях новость тоже прошла. Дмитрий Анатольевич Медведев проводил круглый стол по теме цифровизации. Ему не удалось рассказать о технологических успехах России. Знаете, по какой причине? Глючил интернет. Цифровизация настолько успешная, что Медведев не может даже поговорить с собеседниками через скайп, условно говоря, просто потому что интернет плохо работает. Вот это достижение, вот это прорыв. Инсайдеры склонны считать, что ситуацию усугубляет непростая история отношений между Шуваловым и некоторыми высшими руководителями правительства. Шувалов рассматривался как один из кандидатов на пост премьера в 2020 году. Это назначение лоббировали известные олигархические группировки, с которыми Шувалов был связан с 90-х годов. Шувалов до прихода на госслужбу занимался исключительно юридической тематикой в адвокатской конторе известного олигарха Мамута. Его деятельность в то время была связана со структурами Абрамовича, Керимова, Прохорова. Эту специализацию Шувалов сохранил и в госаппарате, долгое время курируя вопросы собственности, приватизации. Вы понимаете, откуда ветер дует. Помогал олигархам хорошенько зарабатывать. Вероятная отставка Шувалова, независимо от формальных причин, по собственному желанию или в связи с возобновлением уголовных дел, соответствует общей тенденции в политико-экономическом пространстве. Происходит объективная целенаправленная замена архаичной монетаристско-либеральной модели экономики образца 90-х с густым коррупционным шлейфом на приоритеты пятого технологического уклада, соответствующей кадровой ротации. Ложь, трындеж и провокация. Шувалов просто пилит бабки, но это моя такая эмоциональная оценка. Шувалов как ни в себя пилит бабки, есть другие желающие присосаться к этому огромному потоку, куда выделены десятки триллионов рублей. И вот они уже Шувалова решили спихнуть. Ничего в этом удивительного нет, но это никак не отменяет проказы и даже, я бы сказал, преступления самого Шувалова. Вот конкретно еще выясняется, что докладывая президенту об успехах ВЭБа в развитии и поддержке инноваций, Шувалов был не совсем искренен. В той части, что касается инновационного блока, включая Сколково и небольших фондов, которые выдают гранты на инновационную деятельность, 14 июля, в тот самый день, когда глава ВЭБ подсчитывался президенту, Дроздов, председатель правления фонда Сколково, издал приказ 131, которым приостановил прием заявок на получение микрогрантов. Исследования по 10 научным направлениям были заблокированы, в том числе и те, по которым работы были выполнены на 70-80%. Локдан на заявки продлится до 10 января следующего года. То есть сейчас по всей стране тысячи ученых, молодых ученых, не очень молодых ученых, которые поверили в обещание ВЭБа, в обещание нашего правительства, что на их научные и технологические разработки выделятся какие-никакие деньги, остались без средств существованию. Микрогранты — это правда не какие-то суперденьги, это очень скромные деньги. Теперь эти деньги можно будет получить в лучшем случае через полгода, только заявку подать, а получить еще позже. Полгода сосите лапу, господа ученые. Как вы думаете, о каком научном технологическом прорыве можно говорить, когда 2700 инновационных компаний остались без минимальной грантовой поддержки? 2700 компаний — это тысячи ученых. Да они при первой возможности отсюда свалят. Спасибо, Шувалов, спасибо, Путин, спасибо, Мишустин, спасибо всей этой шайке-лейке. Наши молодые ребята, которые учатся, стараются, всю душу, все сердце, все силы вкладывают на хоть какое-то развитие. Им бьют по рукам, им бьют по головам. Идите, вы тут не нужны. А как только у них получается какое-то перспективное изобретение создать, запатентовать и так далее, у них пытаются все это отнять, оставить у разбитого корыта. В реалии 21 века. Че, какие там вам, какой рывок? У вас есть Шувалов. Шувалов — это человек, который обеспечит нам технологический прорыв. Другое дело — золотая молодежь. Например, компромат групп публикует информацию. Дети высокопоставленных российских чиновников уже давно образовали своеобразную касту, представителем которой не только дан зеленый свет в политике и бизнесе, но и открыт доступ к бюджетному финансированию их коммерческих проектов. Одним из таких бизнесменов на госфинансировании является Олег Греф, сын главы Сбербанка Германа Грефа. Ранее вместе с сыновьями бывшего руководителя ВЭБа Владимира Дмитриева он входил в число совладельцев мусорного оператора МКМ «Логистика», освоившего госконтракты на десятки миллиардов рублей. В 2019 году компания была продана структурам группы «Эколайн», аффилированной Симоном Поваренкиным, и стала работать в минус. Сегодня Греф младший сосредоточился на новом направлении. Вместе с Владиславом Мазурком он продвигает компанию «СЛТ Аква», являющуюся резидентом индустриального парка «Тольятти Синтез» и претендующую на объявленную правительством компенсацию из госбюджета налоговых отчислений и таможенных платежей. Само предприятие при этом декларирует многомиллионные убытки, а доли его учредителей заложены в экспобанке, владелец которого Игорь Ким известен своей агрессивной политикой слияния и поглощений. Банкиры неоднократно обвиняли в создании финансовой пирамиды, средства вкладчиков которой тратятся на приобретение новых активов, а также выводятся на счета принадлежащих Киму зарубежных активов. Вот она, золотая молодежь, сыночек Грефа, который занимается какими-то очень мутными схематозами, которые в чем-то связаны с рейдерскими атаками, рейдерским захватом, ну грубо говоря, бандитским, рейкетирским захватом конкурирующих предприятий, очень похожими на финансовые пирамиды, на мошенничество, на аферы, но это же сын Грефа, эти люди, которым можно все. Вот если вы молодой ученый, вам ничего нельзя, вам ничего не положено, государство вас не просило наукой заниматься. А если вы, простите, сын известного банкира, то все дороги вам открыты. Вы заранее знаете, в какую сторону государство будет кидаться деньгами, где какие-то будут компенсации, выплаты, инвестиционные программы, и вы заранее можете туда подстилать себе соломочку, то есть какую соломочку? Подставлять корыто, чтобы зачерпывать и складировать финансовый поток. Друзья, вот весь этот бред с вебом, нацпроекты, это же наши бюджетные деньги тратятся, вы поймите, наши. Деньги выделены и на школы, и на детские сады, и на дороги, и на лекарства, на все выделены, но их потратить не могут. Знаете, почему это бывает? Когда договориться не могут. Кто с кем как делиться будет. Когда не налажена схема распилов в современной России, то деньги нельзя слишком быстро выделить, вдруг они не в те руки попадут. Вот я отдам честному бизнесмену 3 миллиарда рублей, он же мне ничего не заплатит. Но в лучшем случае ручку красивую подарит или кожаный портфель. А я-то рассчитываю, что он мне половину отбашляет. Ну хотя бы миллиард. Вот как они мыслят, вот в чем дело, вот почему нет у нас ни детских садиков, ни поликлиник новых. И продолжаем, несмотря на все путинские обещания, собирать на лечение деткам. Только вместе мы сила, только вместе мы прорвемся. Друзья, надеюсь на вашу активность. Лайки, репосты, комментарии. Это именно то, что позволяет доносить до общества правдивую информацию о том, что на самом деле происходит. Спасибо, обнимаю, жму руки. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова